Разработчики вакцин и лекарств от COVID-19 по всему миру внимательно изучают и сам вирус, и его новые штаммы. На сегодня уже известно около 100 тысяч мутаций коронавируса. Не все они смертельно опасны, но некоторые все же заставляют медиков волноваться. Например, британский вирус на 70% заразнее своего предшественника. Это уже не предположение, а научный факт. Обо всем этом мы поговорим с доктором философии по биологии Арифом Юсифовым. Добрый вечер. Как нас слышно? Здравствуйте, Элли. Слышно хорошо. Ариф, ну вот в целом хотелось бы услышать, что такое вообще штамм. Одни говорят, что у коронавируса их уже сотни, другие что единицы. Как в целом связано выделение штаммов с мутациями? Дело в том, что в данном случае слово штамм, оно немножко устаревшее. Это такое классическое микробиологическое понятие, когда одна группа микроорганизмов выделяется более чем-то, выделяется, например, вирулентностью или заразностью или какими-то параметрами биохимическими. В таком случае их выделяют в новый штамм. В данном случае пока еще рано говорить о таких вещах, как штамм. Скорее всего, надо говорить о мутациях. То есть мутации, они происходят, это нормально, они происходят у всех живых организмов, в том числе у коронавируса. Их действительно очень много. Большинство из них либо вредят этому коронавирусу, либо же они нейтральны, они никак ему не помогают. Вот сейчас можно часто услышать, что коронавирус очень часто и быстро мутирует, и из-за этого якобы может ускользать. И от иммунитета переболевших, и от прививок, и от лекарств. Насколько в целом эта информация верна? Такая вероятность есть, и в течение времени, чем больше времени с начала эпидемии, с начала пандемии, тем больше, естественно, мутации скапливается, и этот вирус тоже пытается выжить, так же, как и люди выживают. Идет здесь борьба на выживание как с одной, так и с другой стороны. В данном случае важно успеть нам, как людям, вовремя привиться. И это единственный способ, который сможет гарантированно останавливаться, сможет переходить от одних людям к другим. То есть в большой перспективе, если оставить все как есть, естественно, он будет жить и развиваться благодаря законам выживания, да, дарвинизма. Но мы этого не должны ему позволить. Вы сказали о вакцинации, а в целом вот этот новый штамм, да, он может оказать влияние на эффективность вакцин? Ну, пока что, скорее всего, нет. Дело в том, что этот штамм, во-первых, он, ну, скажем так, такой вариант коронавируса, его пока штаммом тоже назвать рано, он просто он увеличил, просто там как выделили его, да, в какой-то зоне Великобритании обнаружен был очень большой рост заболеваемости внезапной. То есть пока еще нет таких биохимических данных о том, что этот вирус вреден или он быстрее передается. Но факт остается фактом, он в той зоне происходит, заражение происходит с большей интенсивностью. Но это не связано со зловредными качествами, это пока не связано с диагностикой, то есть он точно так же диагностируется, и это, надеюсь, не будет связано с эффектом от прививки. Для конечного эффекта пока еще рано говорить, потому что вакцинация только начинается, и здесь, по-моему, лидеры это Саудовская Аравия и Израиль, насколько я знаю, в этом отношении. Скажите, вот чем отличаются в целом вакцины друг от друга? Вы знаете, наверное, около 40 компаний разрабатывают вакцины, из них около пяти вышли в лидеры. Поэтому интересно. Да, и они уже применяются, можно сказать, на миллионах людей. И да, на данном этапе есть вакцины, которые инновационны. То есть раньше человечество такой вид вакцин не применяло. То есть, например, для вакцины Pfizer это на основе матричной РНК, то есть человеку вводится не белок, как классические вакцины, о которых мы знали, а РНК, на основе которых человек будет вырабатывать белок коронавируса, и к нему будет образовываться антитела. Синовак, китайская вакцина, она более близка к вакцинам классическим, к которым мы все привыкли, все кололись, начиная с детства. Она такая, то есть это убитый вирус, скажем так, его белки, и при введении образуются к ним антитела. Вакцина Модерна или Астрозенека, или же вакцина российская «Спутник», она основана на живом синтетическом вирусе. В случае Модерны Астрозенека это вирус шимпанзе, аденовируса. В случае «Спутника» это человеческий. Ну что ж, пока сказать, какие лучше, какие нет, невозможно. Они все будут эффективны, все будут эффективны. Но, конечно, результат, пока рано об этом говорить. Даже если вакцина переходит границу 60% эффективности, то это считается хорошим результатом. Это лучше, чем... То есть мы, спиртуя руки или делая какие-то другие профилактические методы, даже этой гарантией не можем обеспечить себя этой гарантией. Что ж, спасибо. Радует то, что сегодня медики уже знают, как лечить от COVID-19. И я вас благодарю за интервью. Мы говорили о штаммах вакцине и мутациях коронавируса с доктором философии по биологии Арифом Юсифовым.